Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. А сейчас я буду делать дневной антивозрастной отбеливающий крем. В основном удар будет на пигмент, на пигментацию. После 30 лет на лице начинает появляться что-то непонятное. То там, то там, то там. Естественно, у меня нет, потому что я очень часто делаю вот такой крем. Знаю, что туда положить, потому что у меня мама была врачом-дерматологом. И, конечно же, могу дать характеристику каждому ингредиенту этого крема. Велосипед изобретать не буду, поэтому делаю основу на самом антиаллергенном, антиаллергенном креме, на детском кремике. Для самых-самых маленьких малышей. Выбираем всегда такой крем. Какой рекомендую? Ну, я беру обычно немецких производителей. Ну, а вы, вы выбирайте сами. Дальше. Когда вы, здесь у меня 50 миллилитров. 50 миллилитров крема, вот, только что выдавила. Видите, чтобы на ваших глазах все делать. Выдавили 50 миллилитров сюда кремика. После этого будем делать баню. Именно на воде, паровую баню. Нельзя масла нагревать. Мы будем делать на воде. Меня попросили, в прошлый раз я делала, когда крем, чтобы я не включала, то меня просят миксер не включать, то меня просят на паровой бане не включать эту. Я чайник ставлю, а на чайник сверху такую железную мисочку. Хорошо, чтобы не закипало, чтобы не потела камера. Хорошо, я не буду этого делать. Я сейчас выключу и через 15 минут, или через 10 включу. Вы поэтому не заметите. Но я должна же вам показать, что же я буду нагревать на паровой бане. Давайте сейчас возьмем какое-нибудь железное. Вы возьмите железное, а я возьму сразу. А я пока возьму вам вот такую емкость, для того, чтобы вам было видно, что я сюда буду класть. Вот так вот, что я буду сюда класть. И потом я это все перелью на паровую баню. Поставлю на буквально 3-4 минутки. Для того, чтобы в теплом виде все ингредиенты, которые мне нужны, объединились, скажем так. А буду я использовать. Мы делаем нежирный крем, нежирный, дневной. Поэтому я беру кокосовое масло. Его берем немного. Мы его возьмем где-то примерно 4-5 капель. Все. Вот так. 4-5 капель. Больше на 50 мл. Не нужно, иначе крем будет жирный. Дальше я беру обязательно касторовое масло. Кокосовое масло, оно изумительно для лица. Подтягивает и сокращает мимические морщинки. Теперь касторовое масло. Я беру буквально 1 треть. Ну, то есть сейчас я вам буду так капать. 5-6 капель касторового масла. Касторовое масло великолепно. Вот у меня касторовое масло. Его я капнула. Оно великолепно справляется с пигментом. Великолепно. Но больше 5 капель не нужно. Потому что на 50 мл. и этого будет хватить. Даже можно 3 капли. Но я буду брать так. Дальше. Впитывается касторовое масло хорошо. Поэтому, особенно если вы сделаете массажик, и будет замечательно. Дальше. Сейчас, вот на этом этапе, я еще добавляю немножечко календулу. Масло календулы. Немножечко. Это 2-3 капли. Потому что, почему не 5? Вот 2 сейчас еще. Оп, все. 2 капли. Почему? Потому что календула, это масло. Оно имеет цвет. Давайте посмотрим. Вот. По сравнению с теми маслами, посмотрите, какой цвет. Сейчас на водяную баню. На водяную баню. И эфирное масло на этом этапе нельзя капать. Все. Я отключаюсь. И через 15 минут снова подключусь. Прошло 15 минут. Я нагрела свои масла. И вот вы видите, они у меня уже там. Вон жирненькие-жирненькие масла желтенького цвета. Уже там. Так. Руки у меня тоже жирненькие. Теперь, пока масло теплое, я сюда же, теплое, но не горячее, горячее нельзя. Я сюда же капаю одну каплю апельсина сладкого. Эфирное масло. Одна капля. Больше нельзя. Оп. Все. Вот это одна капля. И теперь, чтобы не выветрилось эфирное масло, оно очень быстро выветривается, нужно все это взбить. Вот так. У меня вот такой вот хороший миксер. Мне однажды повезло. Так. Достаточно. Мне однажды повезло. Скажем так. Все. Взбили. Что у нас получилось? Вот такая однородная масса. Это еще, конечно же, не все. Что делаю я дальше? Это просто, чтобы не выветрилось. И обязательно теперь прикрываем. Прикрываем, потому что не надо, чтобы выветрилось. Вообще лучше вот такие баночки не выбрасывать, а сохранять. И делаете, когда вы масла, очень удобно. Вот эти вот штучки. Никогда их не выбрасывайте. Для чего они нужны? Для того, чтобы не выветривались как раз вот эти вот пахнущие эфирные масла. Масла. Это прекрасная задумка инженеров. Не просто так. Многие вот эти вот крышечки выбрасывают. Никогда их не выбрасывайте. Дальше. На этом этапе, девочки, я обязательно добавляю салициловую кислоту. Вот. Что это такое салициловая кислота, вы спросите? А я вам скажу, что салициловая кислота для лица – это просто находка от пигментных пятен. Это одно из наиболее действенных способов, скажем так. Один из наиболее действенных способов. Одно из средств, чтобы добиться ровного тона кожи на лице. Хотя женщинам, конечно, известно еще тысячи способов. Особенно мне. Борьбы с веснушками и так далее. И темными кругами, и пятнами. Поскольку этот крем у меня именно, который будет бороться с веснушками и с пигментацией, поэтому, назовем его антипигмент, поэтому я сюда буду добавлять 2-3 капли салициловой кислоты. Такую кислоту, я вот так вот поставлю, чтобы не было видно, откуда что. Просто обыкновенная салициловая кислота вы можете купить в любой аптеке. Называется салициловая кислота. И все. 20 мг на миллилитр. Это спиртовый раствор на кожный. Раствор на кожный спиртовый. 20 мг на миллилитр. Именно раствор на кожный спиртовый. Так написано. Чтобы вы знали. Итак, берем салициловую кислоту. Дальше. И для чего еще? Почему я ее люблю использовать в своих кремах? Именно в дневных, опять-таки. А благодаря отбеливающим свойствам. Она, кстати, входит в состав очень многих элитных косметических средств. Вот. Клоринс. Очень любят использовать. Потом еще, по-моему, и Сан-Лорен, насколько я, если я не ошибаюсь, они тоже используют очень. Почему? Потому что это суперсредство. Применяется и против выпадения волос, и в лечении многих заболеваний. Псориаз, сиборея, ихтиоз, другие от прыщей, натоптышей, мозолей. Это суперсредство. Суперсредство. Конечно, много нельзя. Но понемножечку можно. И еще. Хорошо подсушивает и обеззараживает пораженные участки кожи. Пораженные. А если здоровые, то не трогает. Это очень хорошо. Еще почему я беру? Потому что сужает сосуды. Снимает зуд. Понимаете, о чем я говорю? Почему это антивозрастной крем? И может подавлять работу сальных и потовых желез. Не совсем хочется ходить и блестеть. Поэтому входит в состав дневного, именно дневного крема. Дальше. Ну, еще раз говорю, это возрастной крем. Это не детский крем. Так мы делаем возрастной крем. Поэтому мы добавляем кислоту. Вот эту вот. Давайте начнем. Три буквально капельки. Буквально три капли я добавляю. Ну, вот. Раз. Вот. Два. И вот. И вот. Три. Все. Теперь быстренько. Быстренько. Взбили. Все. Все быстренько взбили. Очень хорошо. И тут же прикрыли. Все. Потому что спирт также выветривается, испаряется очень быстро. Поэтому всегда закрывайте крышечкой. Замечательно. Следующий наш ингредиент. И скажем, один из самых главных ингредиентов. Это малина. Я беру сок малины. Сколько я беру сока малины? Да, буквально пять-шесть капель сока малины. Для чего? Потому что химический состав малины, он вообще изумителен. Чего там только нет. Там есть лимонная и яблочная кислоты, которые именно вот эти кислоты отбелят нам личико. Сколько там минеральных веществ, которые подкрепят наши клеточки. Это калий, кальций, натрий, медь, железо, фосфор. Витамины С и В1. В6, В9, Е, П, каротин. А каротин тоже отбеливает. Это бесподобие. Фитонцид. Чего только там нет. Это просто находка для лица. Именно для отбеливания, для питания и сияния кожи. Естественно, подтягивает. Не может такой крем не подтягивать. Когда вы покупаете крема, откуда вы знаете, все, что там написано, правда это или нет? Откуда вы знаете, что там огуречный сок? Может, там нет никакого огуречного сока вам написали? И вообще, как может срок хранения такой толки быть? Нет. А вот тут мы добавляем. Итак, малинку. Вы, еще раз повторяю, сок малины, буквально несколько капель. Сейчас малинка идет свежая. Ну, если, допустим, вы разморозили ее, ну что ж, можно тогда и размороженную. Ну, а я свежую. Буквально 5-6 капель. Вот. Поэтому у нас крем приобретает слегка-слегка розоватый оттенок. И сразу, что мы делаем? Помешиваем. Отлично. И опять. Сейчас я. Вот такой цвет у нас получается. Видите? Нужно еще немножко замешать. Отлично. Спасибо. Все. Посмотрите, какой цвет у нас. Нежно-нежно розовый. А запах какой? Запах какой? Потому что это у нас сладкий апельсин. Капелька мы капнули. Да? И какой запах. Так. Дальше. На этом этапе я добавляю. С малиной мы... Малина тоже хорошо, отлично отбеливает кожу. Так что все прекрасно и замечательно. Теперь, дорогие мои, я добавляю еще кое-что. Это витамин Е. Потому что без витамина Е вы можете купить в аптеке. Так вот, в таких вот. Я покупаю в такой упаковочке. И буквально нам больше двух капель не надо. Две капельки витамина Е. Это токоферол. Альфа-токоферол-ацетат. По-моему, в каждой аптеке и очень даже недорого. Две капельки. Ну, максимум три. Достаточно будет. И сразу закрывайте. Потому что этот витамин Е не любит особо света. Он разрушается, скажем так. Дальше. Сюда же я добавлю свой крем, который я не целиком... А вот я его всегда покупаю. Это вот в такой упаковочке. Это крем болгарский. Называется Ахромин. Почему я его беру? Потому что он очень здорово... А вот я вам покажу. Отбеливает. Вот видите? Отбеливающий уход для кожи. А мне нужно отбеливать его немножечко. Вот так. И таким образом у меня получается те 50 мл детского крема и буквально 10 мл вот этого Ахромина получается у меня вот полностью 60 где-то миллилитров крема. Взбиваем. Все. Очень я довольна вот этим вот прибором. Вот таким вот мини-миксером для крема. Я прям в восторге от него. Так мне удобно с ним стало работать. То раньше он очень хорошо взбивает. Вот. И, дорогие мои, конечно же, глицерин. Кто-то скажет, а зачем глицерин? Девочки, я обязательно добавляю глицерин. Потому что я считаю, что глицерин это главный мой поставщик, скажем так. Вот этого всего, что мы положили, он поставляет в эпидермис. Он помогает проникать. Многие скажут, но это химия. Это не такая уж и химия, я вам скажу. Поэтому глицерин это очень хорошее средство для проникания нашего полезнейшего крема в кожу. И потом, это крем дневной, поэтому нам нужен глицерин. Раз он дневной, глицерин, он вообще это к спиртам относится. Берем его немного, много не нужно. Это буквально 4 капельки. Вот так. 4 капельки. Все. Но что он делает? Он абсорбирует влагу. Вот здесь вот слишком много влаги у нас сейчас. Ну, там есть, знаете, в любом соке есть там влага. Чтобы не было жирного блеска, нам нужен глицерин. Он абсорбирует влагу. Он имеет те же свойства, что большинство спиртов. Ведь он сам есть не что иное, как трехатомный спирт, кто учил. Химио тот знает, особенно врачи. Видите, как хорошо. У меня аж прям она вся крутится. И внутри все крутится бесподобно. Вот. И он, вы знаете, что делает? Когда его немножечко кладешь, он все-таки, хоть и у него есть свойство впитывать влагу из более глубоких слоев, но как ни парадоксально, пересыхать, но не дает пересыхать коже. Представляете? Поэтому многие полагают, что он, многие полагают, что вред. На самом деле он не дает все равно пересыхать коже. Главное, много не нужно. Он абсорбирует. Глицерин абсорбирует и влагу, которая находится в окружающей атмосфере, тем самым насыщая ею кожные покровы. Он еще из влаги, он влагу еще берет из, как вам сказать, из окружающей среды. Вот так, наверное, я скажу. Вот, поэтому, ну много все равно его не нужно, знаете сами, потому что это все-таки дело рук человека. Дальше. И еще один момент. В неразбавленном виде глицерин лучше не используйте для косметических целей. Вот, видите, мы разбавили здесь буквально 4 капельки этого с головой хватит нам. Но он именно мне здесь служит очень добрую службу. Он наш драгоценный крем, как вам сказать, он помогает, он нам службу служит, скажем так, путем проникания всей этой полезности во внутрь эпидермиса. Вот, что он делает. Он транспорт. Просто он транспорт. Вот так вот берем, накладываем. Во-первых, много не нужно. Вы знаете, что дневной крем шутить не надо, чтобы не ходить и не блестеть. Его немножечко нужно. Наложили. Наложили. Забыли. Буквально полминутки. Все. Полминуты подождали. Он впитывается. Благодаря чему он впитывается? Вот глицерину. И начинает работать. Дальше. Обязательно. Берем салфеточку. Ну, я возьму, наверное, ватный диск. Секундочку. Сейчас я возьму ватный диск. А нам нужно будет взять обыкновенную салфеточку. Так, вот уже основная часть проникла. Все. И чтобы блеск жирный не оставался, нужно обязательно промокнуть салфеточкой. Убрать. Все. Вот так будет нормально. Вот так будет замечательно кожа выглядеть. Во-первых, она будет слегка блестеть, но она будет сияющая. Не блестящая, как жирный блеск, а сияющая. И в то же самое время вы можете на этот же крем нанести косметику. Что я и делаю. Это вот самый лучший для меня дневной крем. И отбеливающий. Я уже без отбеливания не могу. Потому что у меня такой возраст. Мне нужно все время выравнивать тон. Вот именно этот крем выравнивает идеально тон. Отбелит, пропитает. И морщиночки будут исчезать. Потому что там есть сок малины, который будет питать всеми необходимыми микроэлементами, минеральными веществами, витаминами. Ацетилсалицилка тоже очень-очень хорошо действует на кожу. А какие масла мы с вами положили вообще. Итак, будьте благословенны вы и ваши близкие. Благословляйте их. Делайте им крема натуральные. Потому что, по крайней мере, теперь вы знаете, что здесь у нас находится натуральный крем. Когда-то раньше я старалась покупать, знаете, такие, знаете, было и люксовые крема, и простые крема, всякие разные. Но подобрать идеальный крем мне никак не удавалось. Всегда вляпывалось. То мелкая сыпь, то еще что-то. Потому что у меня гипераллергенная кожа. Я мучилась очень сильно. После этого мама сказала Кате, все, я сама буду тебе готовить. И она делала сама крема, она там показывала, добавляла, что и как. Но все на основе детского. И она говорила, вот запомни, вот это твой крем. Вот это твой. Все на основе детского. То-то, 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 то, что нужно. И очень часто, конечно, мы делали примочки из череды. Из очень, скажем так, насыщенного отвара череды. Мы делали примочки на лицо вечерком. Ну, а я вас всех люблю. Будьте благословенны. Вы ваши близкие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok